Программу празднования 75-й годовщины Великой Победы прорабатывать начали еще в 2019 году. Для ветеранов войны и тружников тыла предусмотрели единовременные выплаты, достигающие 75 тысяч рублей. Их уже сейчас начали выплачивать, а вот реализацию мероприятий пока поставили на паузу. Вирус застал врасплох организаторов. Все массовые события под вопросом. В растерянности и организаторы, и граждане, как в этом году будем отмечать 75-летие победы в Великой Отечественной войне, пока непонятно. Есть предположение, что праздник со слезами на глазах придется провести у экранов телефонов и компьютеров. Многие мероприятия мутируют в онлайн-форму, даже события «Бессмертный полк». Полного представления картины пока ни у кого нет, хотя до главного праздника весны осталось меньше месяца. Парад Победы в Москве пройдет, а что будет с ульяновскими событиями в этот день неизвестно. Состоятся ли концерты и традиционные выставки военной техники, говорить с точностью не берется ни региональное правительство, ни администрация города. Местные военные, в свою очередь, отвечают однозначно, а традиции отказываться не намерены. У нас ничего не меняется по прохождению войск торжественной марши. К нашему великой радости, командующий ничего не менял, внесены определенные ограничения, но это уже касается больше профилактических предупредительных мер. А пока праздник насыщается событиями онлайн. Открыты интернет-ресурсы, лица Победы, память народа, действует акция «Лес Победы». К началу мая Ульяновск изменит внешний вид. 20 апреля город начнут украшать к 9 мая. Фасады зданий, мосты и эстакады флагами, плакатами, иллюминацией. Все оформление будет выполнено в соответствии с требованиями федерального логотипа, который был утвержден на уровне Москвы. На главной площади Ульяновска пока безлюдно и тихо. Прозвучат ли здесь 9 мая песни военных лет, прогремит ли салют, и смогут ли на это все посмотреть ульяновцы вживую, будет известно в эту субботу. Эти вопросы будут решаться 18 апреля. Маргарита Матюшинская, Геннадий Бухтаяров, репортер 73.